Здравствуйте! Компания Кодерлайн приветствует вас! Сегодня наша встреча посвящена новому отчету первому в этом году и вести ее буду я, консультант-аналитик Гарда Шавагалина. Наши контакты вы видите на экране, то есть наша электронная почта, телефоны, наши телеграм-контакты и соответственно адрес сайта. Если по какой-то причине время вам оказалось неудобным или вы не смогли досмотреть нашу встречу до конца, то через некоторое время мы выкладываем на сайте записи вебинаров и вы можете посмотреть, послушать ее в любое удобное для вас время. Ну и соответственно может быть еще какие-то вебинары вас заинтересуют и просто обучающих материалов и информации там тоже достаточно много. Программа нашего вебинара сегодня посвящена объединению фондов и первой отчетности, которую мы должны будем сдавать. То есть мы поговорим про регламентированные отчеты на примере двух конфигураций 1S ERP и 1S ZOOP. Поговорим про настройки, которые надо или не надо делать, про новые бланки трудовых книжек, про административные мероприятия, потому что нужно будет обязательно проверить учетную политику и внести некоторые изменения в локальные нормативные акты. Ну соответственно затронем регламентированную отчетность, отмену справок по зарплате и посмотрим какие еще дополнительные сервисы и отчеты мы можем использовать при работе с налоговыми органами, которые мы в этом году будем вести немножко в новом, так сказать, ракурсе. Итак, ну вы все знаете, все в курсе о том, что у нас в этом году произошла, скажем так, небольшая революция, то есть пенсионный фонд прошел слияние с фондом социальным и в результате у нас появился единый социальный фонд Российской Федерации. И с этого года мы должны будем сдавать новую форму отчетов EPS-1, которая связана не только с объединением фондов, но и, прошу прощения, но и с введением единого налогового оплаты. Соответственно, вы на экране видите, останови, я сейчас в адрес. Здравствуйте. Компания Кутверлайн приветствует вас. На экране вы видите тему нашей сегодняшней встречи и наши контактные данные. Адрес телефона, контактные данные Телеграма и адрес сайта. Если по какой-то причине вы не смогли досмотреть наш вебинар до конца или время вам оказалось неудобным, через некоторое время мы выкладываем записи вебинара на наш сайт. И вы можете посмотреть, когда вам удобно и, может быть, еще какие-то материалы, достаточно много обучающей информации на сайте. Так что приглашаем вас к сотрудничеству. Программа нашей сегодняшней встречи, видите вы ее на экране, посвящена, ну, наверное, двум самым значимым изменениям. Это введение единого налогового платежа, ну и, соответственно, объединение фондов с изменением отчетности, которые мы должны будем подавать, настройкам, которые необходимо будет внести в НСИ, машиночитаемым доверенностям, поскольку для новой отчетности они уже будут играть значимую роль. Ну и поговорим про новые отчеты, про отмену справок по зарплате, про дополнительные сервисы, которые могут оказаться вам полезными. Итак, начинаем нашу встречу мы с того, что проговорим еще раз про объединение фондов. Естественно, поскольку возникла новая организация, единый социальный фонд, то появилась и новая форма отчетности ЕФС-1. Она предназначена для сдачи с 2023 года и называется она «Сведения для ведения индивидуального, то есть персонифицированного учета и сведений от начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний». Сама по себе форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены постановлением правительства от 31 октября 2022 года. И формат подачи данного вида отчет только в электронном виде. Это тоже закреплено в постановлении 246, а сама форма постановлением номер 245. Новый отчет, единая форма, включает в себя титульный лист и два раздела. И к каждому из этих разделов есть еще дополнительно подразделы. Как вы все слышали, эта форма заменяет 4 отчета, то есть отчеты в пенсионный фонд, 4 в ФСС и, соответственно, персонифицированные сведения. Форма состоит из титульного листа и раздела номер 1. То есть в разделе номер 1 мы заполняем сведения, которые раньше были по отчетам о трудовом стаже и дополнительных страховых взносах. И, соответственно, подразделы – это таблички, которые включены в первый раздел, и они фактически дублируют все отчеты, которые мы раньше подавали в ФСС и в пенсионный фонд. Форма у этих табличек не особенно отличается, то есть заполнение их трудностей не вызывает. Но вызывает, собственно, не столько трудности, сколько вопросы, потому что декларировалось, что эта форма должна сдаваться до 25-го числа месяца, месяца следующего за отчетным, либо до 25-го числа месяца следующего за кварталом. Но поскольку она заменяет некоторые отчеты по трудовому стажу, то, соответственно, такие отчеты – это отчеты о приеме на работу, об увольнении на работу, у которых сроки остались старые, то есть на следующий день после проведения кадрового мероприятия, то этот отчет должен будет сдаваться несколько раз. То есть один богатырь, но несколько раз вышел. Соответственно, мы будем заполнять сведения и о трудовой деятельности, и о стаже, и о заработной плате. И, собственно говоря, если есть дополнительные страховые взносы, то это тоже будет отражаться в данном отчете. Дальше мы переходим к следующему, к следующей информации. Это раздел номер 2. Вот с разделом номер 2 не все так благополучно, как с первым. Почему? Потому что он состоит у нас тоже из нескольких подразделов и отражает сведения о начисленных страховых взносах на обязательное страхование от несчастных случаев. То есть это несчастное страхование, которое мы сдавали отдельным отчетом в ФСС. То есть там будет отражаться расчет суммы страховых взносов, естественно, облагаемая и необлагаемая база, сведения, необходимые для исчисления именно страховых взносов по несчастному страхованию и о результате обязательных предварительных и периодических медосмотров. То есть то, что включалось в САУД на начало года. То есть форма ЕФС-1 аккумулирует в себе сведения, которые раньше подавали в Пенсионный фонд ЕФСС. Собственно, отчеты уже давно и хорошо знакомы САЗВ-ТД, САЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4 ФСС. Они будут подаваться дополнительно к отчетности по всем взносам, представляемым в ФСС. Раздел 2 формы ЕФС будет реализован несколько позднее. Ну, во-первых, потому что были другие сроки раньше, и во-вторых, ну, пока это в состоянии окончательного утверждения. Для формирования сведений о трудовой деятельности с 2023 года необходимо использовать прежний документ «Сведения о трудовой деятельности». А вот дальше содержится информация, где его найти. То есть это раздел «Кадры» или в нашем случае, если мы будем говорить о зарплатной конфигурации, то это раздел «Электронный», ну, другие разделы. А сейчас мы с вами переключимся на демо-базы и немножко, так сказать, руками на практике посмотрим и потрогаем. То есть мы будем с вами работать в демо-базе «Зарплата и управление персоналом». Ну, это реклама, которую вы видите. Сейчас мы отсюда перейдем. И хочу обратить ваше внимание, что практически блоки зарплаты, что в ERP, что в «Зарплата и управление персоналом» идентичны. То есть блок «Зарплата и управление персоналом проф» в полном объеме присутствует в конфигурации ERP. Посмотреть это мы с вами можем таким образом. То есть в «Зупе» мы с вами можем перейти в раздел «Кадры». И пока у меня программа переключается, я вам… А, вот не успела рассказать. Значит, здесь, как вы видите, идет работа с кадрами, кадровые документы, сервисы и обычные стандартные документы, которые отражают различные производственные ситуации. То есть больничная, отпуска, командировки и так далее. Сейчас мы с вами переключимся на конфигурацию 1S ERP. И, как вы видите, сейчас мы не переключились. Закроем то, что нам сейчас мешается. Вот. 1S ERP. И у нас здесь тоже есть блоки «Кадры», «Зарплаты». Единственное, что здесь отличается, это расположение пунктов меню. То есть то меню, которое вы сейчас видите, это интерфейс «Такси». И, допустим, в ERP все настройки у нас находятся в подразделе «НСИ» и «Администрирование». В «Зарплате» и «Управлении персоналом» у нас есть отдельный раздел «Просто администрирование». И, соответственно, когда мы переходим, например, в блок «Зарплата», у нас открывается интерфейс абсолютно аналогичный тому же, что и в «Зарплате кадров». То есть, видите, у нас с вами есть раздел «Работа с кадрами», «Кадровые отчеты». Ну, то есть интерфейс абсолютно идентичный. Функциональность та же. Немножко различается расположение регламентированных отчетов и немножко отличается раздел «Настройки». На что нужно обратить внимание, когда вы начинаете работать с отчетами, которые касаются уже этого года? Ну, во-первых, отчеты ЕФС-1. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайды. отчеты ЕФС-1 у нас касаются тех событий, тех сотрудников, которые принимались на работу или увольнялись на работу, или которым происходили начисления уже в 2023 году. И, соответственно, сроки предоставления у нас тоже изменились. Мы сейчас их чуть позже посмотрим на схемки, чтобы зрительно было более понятно. А сейчас мы с вами еще поговорим о том, как формируются эти формы. То есть новые формы, которые касаются отчета ЕФС-1, автоматически заполняются, собственно говоря, данными, которые вводят и кадровики, и пугалтера. И одно из самых таких, ну, может быть, неприятных новшеств, которые касаются объединенных фондов, это то, что с этого года полностью всеми взносами, как и штатные сотрудники, у нас облагаются договора гражданско-правового характера. То есть то, что раньше не попали, взносы. И, в общем-то, для того, чтобы они, эти сведения о начислениях попадали в вашу отчетность, необходимо будет в документах ГПХ, то есть гражданско-правового договора, установить флажок «Отразить трудовую деятельность». То есть это у нас с вами находится в разделе «Зарплата» и «Договора». То есть в том числе и авторские договора. Мы чуть позже переключимся снова на конфигурацию и посмотрим это уже, так сказать, как выглядит на примере. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что изменились коды для определенных функций. То есть у нас теперь есть справочник, который называется «Трудовые функции». В нем уже предопределены коды для определенных договоров, договоров, например, ГПХ, и находятся они в разделе «Настройки классификаторы». Код подбирается автоматически, руками его вбивать не надо. Подбирается он из той информации, которая вносится при регистрации договора. Ну, то есть договор, например, на изготовление каких-то авторских изделий, мебель, или еще чего-то, ну, то есть договора, которые подходят под определение ГПХ. Соответственно, они зависят от того, какие действия выполняет ваш сотрудник. То есть договор на выполнение какой-то работы, услуги, авторские договора. Ну, и, соответственно, как вы видите на экране, здесь отражены разные мероприятия, которые могут подходить под эти определения. При заполнении сведений о трудовой деятельности обязательно нужно обращать внимание на то, что требуется заполнить статус застрахованного лица. Называется этот показатель статус застрахованного лица. Включается это подраздел номер 1. И для граждан Российской Федерации указывается код ГРФ, то есть граждане Российской Федерации. Для иностранцев или лиц без гражданства, которые имеют право постоянно проживать на территории Российской Федерации, у нас будет код постоянные жители, то есть вот П, Ж и Г. Ну, и, соответственно, будет статус застрахованного лица указываться в сведениях в поле код категории. Это поле можно будет редактировать. Оно желтого цвета, то есть, как обычно, то те поля, которые подлежат для редактирования. И сейчас мы с вами посмотрим табличку, где отражены сроки подачи отчетности, что конкретно мы подаем. То есть, как вы видите, 25 января нужно было отсчитаться и подать подраздел 1.1 СЗВ-ТД. То есть, если у вас проходили какие-то кадровые мероприятия, то вы должны были подать сведения на эту тему. До 25 февраля нужно будет отчитаться, опять же, подраздел СЗВ-ТД за январь и подраздел 1.3 ТОЖЕ за январь. И дальше, как вы видите, 25 числа каждого месяца необходимо будет подавать сведения по подразделу 1.1 касательно мероприятий, которые у вас проходили в текущем месяце. И внизу вы видите расшифровка, что конкретно должно быть заполнено при сдаче отчетности. В принципе, с одной стороны, стало гораздо удобнее, потому что сделали и единый срок подачи отчетности, и единые предельные величины. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши конфигурации и посмотрим, что у нас здесь, так сказать, потрогаем руками. Ну, переключаемся мы с вами сначала на зарплату и управление. Я вам показываю это на версии Корп, потому что у нее расширенная функциональность, которая, собственно, нам не повредит, поскольку в отчетности расширенные возможности не включаются, а вот кое-что показать мы сможем. Ну, собственно, если брать чисто программное обеспечение, с чего нам нужно начинать. То есть прежде чем выполнять формирование отчетов, нам нужно проверить общие настройки программы, которые у нас существуют. И для того, чтобы сделать все правильно, нужно обратить внимание, на каком релизе конфигурации вы собираетесь это делать. Посмотреть это можно вот через эту пиктограммку. Когда мы выводим меню, то здесь у нас есть вот такая пиктограмма, буква И с точечкой в кружке, то есть это дополнительная информация. Мы выбираем о программе и видим номер платформы и номер релиза. Обратите внимание, что вот у нас не очень новый релиз, совершенно сознательно, потому что на нем можно показать некоторые вещи, которые уже либо обновлены, либо прекратили деятельность. Но отчетность готовить на этом релизе нельзя, потому что, соответственно, у вас не будет просто новых форм отчетов. И того же отчета, и ФС-1, про который мы только что с вами проговорили. То есть первое, с чего нужно начать, это проверить, собственно говоря, какой релиз и актуален он на момент составления отчетности или нет. Абсолютно точно так же, как и в ZOOP, мы проверяем, какая конфигурация, если вы работаете на ERP. При этом хочу обратить ваше внимание вот на какой момент. Было достаточно много разговоров на тему того, что, допустим, ERP 2.5, это 2.5.8, это одна из последних поддерживаемых версий и так далее. Но на данный момент, вот если мы посмотрим по информации о конфигурации, то мы с вами увидим, что есть уже релиз 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10. То есть, как вы видите, изменений достаточно много, и чтобы ничего не упустить и руками не рассчитывать, то обязательно на это обращайте внимание. Так, сейчас мы развернем на весь экран. Вот так. И, значит, мы с вами говорили про то, что нам необходимо провести настройки. Ну, поскольку в зарплате и управлении персоналом у нас настроек гораздо меньше, чем в ERP, поскольку это, собственно, только один блок, а в ERP их гораздо больше, то давайте посмотрим на ERP, что нам нужно изменить. Первое, с чего мы начинаем, это раздел НСИ и администрирование. В этом случае нас интересует вот этот раздел, то есть сведения, сведения, которые у нас расположены в меню настройка НСИ и разделов. И интересовать нас будет меню зарплата, кадры, но, кроме этого, нас будет интересовать еще из раздела НСИ, раздела организации. Почему? Потому что, когда мы переходим в раздел организации, мы с вами можем проверить настройки, которые касаются учетной политики. Учетной политики конкретно нашего, ну, любого юрлица. Возьмем, например, вот промресурс. Сейчас откроется табличка с карточкой нашей организации, и мы посмотрим, на что нужно обратить внимание. Поскольку вы знаете, что в 2022 году в обязательном порядке началось применение некоторых ФСБУ, то есть это стандартов богучета, то нужно проверить, включены ли они у вас в учетную политику, и проверить закладочку зарплата и кадры, по которой сейчас мы отдельно еще пройдемся. То есть на закладке учетная политика, как вы видите, можно просмотреть разные разделы, то есть это и система налогообложения, и учетная политика, и хочу обратить внимание, что учетная политика в 1СЕРП имеет некоторые особенности, то есть, например, в конфигурации бухгалтерия предприятия учетная политика задается каждому юрлицу, ну, отдельно, индивидуально, а в ЕРП учетную политику можно сделать одну, ну, или несколько, и потом для каждого юрлица выбрать ту учетную политику, которая для него подходит, то есть сэкономить время на создание учетной политики для индивидуального применения, так сказать. Первое, что нужно проверить, это система налогообложения, то есть это чисто для подстраховки проверить, включили ли вы флажок, что уплачивается единый налоговый платеж, ну, и, соответственно, с какого периода он включается. В этом случае у нас здесь должен быть 23-й год, то есть, соответственно, 1-е января. Ну, вот мы сейчас поставим эти значения. 23-й год, январь, месяц, первое число. Да, нам надо новую учетную политику. На самом деле это проверка, чтобы у вас работали все функции, потому что в ЕРП много функций, которые включаются, так сказать, активизируются дополнительно, и если, например, в той же бухгалтерии или в ЗУПе вы сразу видите все функциональные опции, которые заложены в программу, то в ЕРП некоторые из них нужно дополнительно активизировать. Так, это мы с вами уже прошли, это нам уже неинтересно. Значит, чтобы изменить какой-то блок, нужно перейти по гиперссылке и, соответственно, проверить, что у нас при этом изменилось, или, может быть, что мы забыли в свое время указать. Напомню, что учетную политику, именно процесс утверждения мы должны делать так же, как и в предыдущие годы, то есть этот процесс никто не изменял, и вы должны утвердить были учетную политику в декабре прошлого года, то есть в декабре 2022 года. И приказ о введении новой учетной политики должен был быть датирован прошлым годом, то есть не позднее 31 декабря. Если вы приказ создали, например, 1 января, то ваша учетная политика начнет действовать только с 2024 года. Ну и вы видите, что в учетной политике мы должны были, будем, вернее, если это делается задним числом, проставить флажки, что применяется шестое, что применяется не ПБУ, а ФСБУ, то есть учет аренды мы ведем по новому ФСБУ, ну и, соответственно, заполнить другие отчеты. Но больше всего нас интересует, естественно, здесь то, что касается бухгалтерского учета, и мы подробно на нем не будем останавливаться, потому что тема у нас все-таки сегодня другая, и на зарплате и кадрах, на закладочке зарплаты и кадра проставить отметку про воинский учет, то есть, соответственно, изменить, если здесь этого нету, активизировать воинский учет, то есть отметить, что он ведется. Теперь мы с вами снова переключимся в раздел кадры и зарплата, кадры и зарплата, и посмотрим здесь, что у нас есть для того, чтобы составить новые отчеты, которые в этом году мы уже должны будем подавать. Ну, во-первых, практически остальной функционал у нас не изменился, кадровые отчеты мы смотреть не будем, потому что нам это сейчас не очень, ну, скажем, не очень нужно, а вот раздел зарплата мы с вами посмотрим поподробнее, потому что интересуют нас налоги и взносы, отчеты по налогам и взносам, то есть, соответственно, видите, у нас есть раздел здесь и есть отчеты по зарплате вот здесь. Значит, здесь привычные нам, в общем-то, обычные отчеты по заработной плате, которые использовались и используются и в прошлом, и в этом году, но, к сожалению, не очень быстро открываются. Вот, то есть, это расчетные листки, лицевые счета, расчетные ведомости, ну, то есть, обычный документооборот, который позволяет создать документы для начисления выплаты, зарплаты и учета отпусков и других неявок, например, и аналитические отчеты, которые позволяют фактические выплаты, ну, анализировать в более подробном разрезе. А теперь обратите внимание вот на что, то есть, в разделе зарплата и в разделе кадры у нас есть отчеты, но это не регламентированный отчет. Регламентированные отчеты у нас находятся в разделе регламентированный учет и блок 1С отчетность. Вот здесь я хочу переключиться на конфигурацию зарплата и управления персоналом, то есть, на наш зуб, и здесь перейти в раздел отчетность. Как вы видите, здесь тоже есть раздел 1С отчетность, и он практически идентичен тому разделу, который есть в конфигурации ERP. к сожалению, достаточно долго открывается, но здесь хочу обратить ваше внимание вот на какой момент. То есть, название раздела 1С отчетность, это не только название самого раздела, где собраны все регламентированные отчеты, но это еще и название дополнительного сервиса, который позволяет обмениваться информацией с налоговыми органами напрямую, то есть, минуя обмен, например, с АСБИСом, с Астралом, с Контуром, ну, то есть, минуя операторов электронных каналов связи. И интересует нас здесь именно линейка меню, уведомления и личные кабинеты. Почему это нас интересует? Потому что при работе с единым фондом, то есть, с отчетом ЕФС-1, при работе с единым налоговым платежом, при других каких-то отчетных, скажем так, действиях у нас существует достаточно сжатые сроки. То есть, например, если налоговая инспекция признала ваш отчет, который вы отправили по всем принятым канонам, то есть, без нарушения сроков, с правильными подписями, на самом деле может оказаться непредоставленным, и налоговая вам должна прислать уведомление об этом, если обнаружатся какие-то дополнительные критерии, которые при проведении камеральной проверки налоговая автоматически проверяют, в этом случае у вас очень короткий промежуток времени, порядка пяти дней для того, чтобы предоставить свои пояснения или предоставить корректировки, и, собственно говоря, для того, чтобы успеть, вы должны подать сведения как можно раньше, а для этого очень удобен личный кабинет. Сейчас мы с вами снова вернемся в наши слайдики и посмотрим следующий слайд. То есть, в каких случаях мы сдаем ЕФС, а в каких другой форму отчетов. То есть, как мы уже с вами посмотрели, ЕФС-1 нужно сдавать за периоды, которые начинаются с 1 января этого года, то есть в 23-й год. Как я уже говорила, всю форму при этом заполнять не нужно. Периодичность сохранилась та же, что у нас и была. То есть, при приеме, при увольнении, при, например, мобилизации сотрудника мы создаем СЗВ, ТД. И ее, естественно, учитываем на следующий день и подаем только нужный подраздел. То есть, подраздел 1.3 подается ежемесячно, не позднее 25-го числа, месяца, то есть месяца следующего зачетностью. ДСВ-3 ежеквартально, месяца, который следует зачетным кварталам. 4 ФСС ежеквартально, так же, как было раньше, до 25-го числа. Ну и, соответственно, подразделы 1.2 и 2 это СЗВ-стаж ежегодно. Но здесь обратите внимание, что не позднее 25-го января уже следующего года. Схемку мы с вами уже посмотрели. Если вы сдаете за период до 1-го января, ну, то есть, за 22-й год, если вы отчитываетесь, то для такой отчетности сохраняются прежние формы и сроки. То есть, с СЗВ-м за декабрь до 16-го января. СЗВ-ТД соответственно за декабрь до 16-го января надо было сдавать. ДСВ за четвертый квартал надо было сдать до 20-го января. 4 ФСС до 20-го или до 25-го января. То есть, это отчетность, которую вы уже должны были сдать. А вот СЗВ-стаж и ОДВ-1 за прошлый год нужно будет сдавать до 1-го марта. Ну, напомню, что то же самое касается и корректировочных отчетов. Например, если вам в этом году нужно подать уточненку за прошлый год, ну, например, за 9 месяцев, то вы должны будете направить отчет с признаком корректировки 1, или 2, или 3 по той форме, которая действовала на период сдачи отчетности. еще один момент, это то, что сдавать ЕФС в социальный фонд, это обязанность естественно работодателя, и в законодательстве о страховании не указаны конкретные сотрудники, которые должны отчитываться за компанию. Что это значит? То есть, если, допустим, совершенно понятно, что персонифицированную отчетность сдавали бухгалтера, то здесь, поскольку у нас в одном отчете собрана информация, которой занимаются и бухгалтера, и кадровики, возник вопрос, а кто же должен отчитываться по этой новой форме? Либо бухгалтера, соответственно, в части своих подразделов, либо кадровый отдел. Ну, естественно, если у вас, например, бухгалтер в единственном лице и ведет все в одиночку, то он должен будет отчитаться и туда, и сюда. Но предусмотрена возможность, что можно делегировать право сдавать отчетность разным людям, то есть, назначить конкретного ответственного лица. Ну, например, главбуха или какого-то другого специалиста. И, соответственно, в этом случае можно в пределах установленных дат подавать его с машиночитаемой доверенностью. Скорее всего, вы уже тоже слышали об этом новшестве. То есть, это оформление машиночитаемой доверенности с использованием КЭП, квалифицированной электронной подписи. Вы можете оформить приказ о том, что, например, у вас главбух обязан подавать отчет ИФС-1 и оформить на него машиночитаемую доверенность. унифицированный бланк, который для того, чтобы подать в налоговые органы, требуется соответственно заверить подписью руководителя. В этом случае отчетность вы можете подписывать с помощью такой доверенности. Но при этом нужно помнить, что именно с доверенностями или с подписями связаны большинство случаев, когда налоговые органы могут признать вашу отчетность непредоставленной, как я уже говорила. В прошлом году, в июле 2021 года, было принято постановление, которое позволяет налоговикам таким образом поступить, потому что предусмотрен ряд критериев, когда они могут не признать вашу отчетность предоставленной. Это, в частности, если она подписана неуполномоченным лицом. То есть, если вы допустим, либо не оформили, машиночитаемую доверенность, либо чего-то сделали неправильно, не обратили на это внимание, либо если ваша доверенность подписана, если ваша отчетность подписана дисквалифицированным лицом, и срок его дисквалификации на момент подписания отчетов еще не прошел, либо подписана отчетность лицом, про которое внесены сведения о данном лице недостоверно. Вот это, к сожалению, самая распространенная ситуация, потому что, например, ваш директор поменял паспорт по возрасту, либо при вступлении в брак изменил фамилию и переоформил паспорт. Соответственно, кадровые службы могли не знать о таком событии и не отследить то, что нужно подавать на него уточнение. И самый неприятный пункт, когда такая ситуация может приключиться, это если в вашей отчетности нарушены критерии, с которыми сопоставляются ваши сведения или допущены ошибки при указании персонифицированных данных и, соответственно, начисления страховых взносов. К сожалению, такая ситуация бывает очень часто, поскольку, если, например, большой перечень лиц, то ошибка может возникнуть и за округление или просто элементарная арифметическая ошибка. В этом случае придется предлагать много усилий, чтобы, во-первых, внести изменения в нужные регистрационные данные, а, во-вторых, постараться исключить вашу организацию со всех списков. поскольку была введена новая отчетность не только ИФС-1, а еще и достаточно много других новшеств, то, естественно, и штрафные санкции были увеличены. Собственно говоря, не все именно суммы штрафов были увеличены, но очень сильно ужесточена ответственность за непредоставление или предоставление недостоверных данных. Но это касается и персонифицированного учета. Сумма штрафов вы видите на экране. То есть, с одной стороны, вроде бы не слишком много, 500 рублей за каждого застрахованного лица. Если вы нарушили порядок и пытались сдать, например, то, что надо в электронном формате, вы пытались сдать в бумажном, за такое нарушение предусмотрено 1000 рублей. Ну и, соответственно, для ФСС. Однако, есть и положительные новости. То есть, в этом году, а сейчас мы с вами посмотрим табличку по штрафам, табличку по штрафам мы посмотрим вот такую, то есть, в прошлом году у нас действовало 500 рублей за каждого работника штраф, в этом году тоже 500, но, если в прошлом у нас было 10 календарных дней, с момента получения требования, например, пенсионного фонда об уплате штрафа, то в этом году, во-первых, срок увеличился, стал 20 дней, а во-вторых, ну, как в ГИБДД, то есть, если вы заплатили штраф, уложились в эти 20 календарных дней, то вы можете уплатить не 100%, а только 50. На что нужно обратить внимание, то есть, вы можете подать уточненку, ну, во-первых, естественно, если вы сами обнаружили ошибку, а во-вторых, если вы подаете уточненные сведения в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об устранении нарушений. Единственное, о чем стоит помнить в этом случае, это то, что если вы, например, самостоятельно выявили какие-то ошибки, то вам нужно сначала доначислить необходимую сумму налога, уплатить ее, и только после этого подавать уточненку, потому что иначе вы попадете на штрафы. И еще один момент, это сейчас мы с вами на слайдике посмотрим, то есть мы уже говорили про то, что при составлении договора в ГПХ нужно делать отметку, чтобы такие договора попадали уже в базу для начисления налога ФС-1. То есть вот вы видите на экране скрин, который отражает заполнение договора гражданско-правового характера. И как вы видите вот здесь у нас есть специальное окошко, где надо проставить чекбокс, то есть вот такую зеленую галочку отражать трудовую деятельность. В этом случае этот ваш договор гражданско-правового характера будет попадать в отчетность и соответственно отражаться правильно в новом отчете. То есть вы видите код категории ДРФ, то есть граждане Российской Федерации и вот у нас есть теперь графа трудовая функция и соответственно в эту графу должен попадать отчет, не отчет, а договор, который вы составляете с каким-то гражданином на выполнение работ по гражданско-правовому договору. Сейчас мы с вами снова переключимся и еще один момент посмотрим на меню зарплата, извините, на конфигурацию зарплата. И соответственно здесь нас будет интересовать, поскольку мы с вами смотрим зарплаты и управление персоналом, как мы уже с вами посмотрели вот эти линейки меню у нас абсолютно идентичные и интересует нас снова раздел отчетности справки, то есть вот как вы видите все необходимое для предоставления отчетности по старому формату у нас здесь сохранено, то есть сохранены и пачки, и реестры, и описи и хотела я еще сказать про электронные трудовые книжки. Ну с 20-го года, как вы сами помните, это обязанность вести электронные трудовые книжки всех работодателей, но естественно нужно было брать у сотрудников заявление о том, хотят они переходить на электронные трудовые книжки, либо они хотят вести их в бумажном формате. Ну соответственно если человек впервые устраивается на работу, то в этом случае уже оформляются электронные трудовые книжки. Но кроме этого с 2023 года действует еще одно постановление о том, что применяются электронные новые электронные книжки, применяются трудовые книжки нового формата, не электронного, а бумажного. Постановление о приеме было принято уже достаточно давно, еще в 2020 году, но применение вы должны начать в этом году. То есть если человек не хочет вести электронную трудовую книжку, то в этом случае ему должна выписываться трудовая книжка нового образца. Тонкость этого в том, что и старые трудовые книжки, и вкладыши в трудовые книжки, они продолжают действовать на бессрочной основе, но новые электронные книжки уже выпускаются централизованно государством и соответственно немного отличаются от уже всем привычных старых трудовых книжек. Соответственно, если ведется электронная трудовая книжка, то по переходу в этот пункт вы можете посмотреть и заполнить и собственно говоря сложности в этом у нас никакой не представляет это действие. и еще один момент, что для работников отменены справки по форме 182, то есть теперь эти сведения, если это необходимо, может давать новый объединенный фонд. Сейчас мы с вами снова переключимся в демо-базу ERP и здесь посмотрим еще один момент. Что в ZUP и ERP присутствует блок воинского учета. Воинский учет у нас располагается в меню кадры и здесь у нас видите есть целый раздел воинский учет. Отчет по воинским сведениям должен подаваться в военный комиссариат, то есть военкомат и вестись воинский учет должен в обязательном порядке всеми юридическими лицами и соответственно за непредоставление или за несвоевременное предоставление предусмотрены достаточно серьезные штрафы. Еще про штрафы хочу сказать, что с прошлого года, с 22 года штрафовать за отсутствие отчетности также начала и статистика. То есть писали и пугали на тему штрафов давно, но реальные штрафы с прошлого года уже применяются, они достаточно большие, то есть за несвоевременную сдачу или за несдачу отчетности предусмотрен штраф на первый случай до 70 тысяч, при повторном проступке этот штраф увеличивается до 150 тысяч. По воинскому учету штрафы может быть не такие существенные, но тоже могут достаточно сильно осложнить жизнь. Поэтому обратите внимание на то, что вы должны отчитываться на эту тему. Воинский учет в принципе должен вестись при приеме на работу, при увольнении с работника. Единственное, что сроки немножко другие, не такие, как при составлении отчета ИФС. В этом случае вы должны подать отчетность форма 18 в течение двух недель. бронирования. и если вы ведете например бронирование, то есть если ваши сотрудники попадают под бронирование в условиях мобилизации, то в этом случае у вас добавляются еще две формы отчетности, которые вы должны сдать в течение года. Итак, мы с вами посмотрели в общем-то меню зарплаты и меню кадры и сейчас снова перейдем в регламентированный учет, который у нас есть в 1С ЕС. Значит, мы с вами перейдем в раздел 1С отчетность и если мы хотим с вами составить например отчет по форме ЕФС-1, то по кнопке создать у нас включается помощник по созданию отчетности. Помощник, к сожалению, за вас отчетность не сдаст полностью, но он помогает выбрать. Во-первых, на закладке избранное у вас отразятся все отчетные, которые вы сдавали в этом разделе. На закладке если вы не нашли какой-то отчет, то вы переходите на закладочку все отчеты и как видите здесь есть группировками, то есть можно по категориям, можно по получателям, ну например там налоговые, бухгалтерские и так далее. И здесь на самом деле достаточно все просто, то есть вы открываете, смотрите какой отчет вас интересует и выбираете его. В этом случае он перемещается на закладочку избранное. и если вы составили уже какой-то отчет хотя бы один раз, то в этом случае он на закладочке избранное у вас сохраняется уже в журнале и не требуется дополнительно его туда перемещать. Ну вот видите здесь достаточно много можно переместить, мы специально не перемещали, чтобы можно было показать и можно было видеть. И обратите внимание, поскольку у меня не последняя версия, то у меня и нету некоторых форм отчетов. То есть соответственно у меня есть отчеты, которые действовали в предыдущий период, в 22-й год, но для того, чтобы получить отчет по форме ЕФС-1, я должна буду выполнить несколько операций. То есть я должна буду либо обновить конфигурацию, либо, если я уже такая ленивая, скачать этот отчет дополнительно. На самом деле обновление достаточно не сложный процесс в нынешних условиях. То есть как вы видите, в конфигурации есть не только возможность обновиться самостоятельно. То есть если у вас конфигурация не переделанная, то вы можете посмотреть новости, посмотреть какая вышла новая конфигурация, новая версия. Как вы видите, здесь 2.5.9, а у меня 2.5.8. То есть можно сказать, что у меня конфигурация это уже седая древность. И собственно обновить программу сейчас можно самостоятельно. Можно это сделать через раздел администрирования. И здесь нас будет интересовать пункт обслуживания. Значит под обслуживанием мы можем провести удаление помеченных объектов либо обновление программы. Как вы видите, здесь очень сложно выбрать нужный пункт и программа автоматически скачает нужные файлы обновления и установит их на вашу программу, на вашу конфигурацию. Мы с вами сейчас снова вернемся к нашим слайдикам и я хочу вернуться в начало, то есть показать титульный лист и наши контактные данные и напомнить, что мы будем рады оказать вам любую помощь, ответить на ваши вопросы, вы можете задавать их в любом удобном вам формате, что по телефону, по электронной почте, через телеграмм контакты, в этом случае мы сможем ответить более предметно уже касательно вашей ситуации и естественно оказать любую помощь, любое обслуживание, которое требуется при работе с программами семейства 1С. На этом наша встреча заканчивается. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время, за проявленное внимание. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и надеемся, что информация была вам полезна. Спасибо огромное. Всего вам доброго. Субтитры